Здравствуйте, уважаемые зрители! Я, Олег Орламов, приглашаю вас на программу «Познаем истину». Тема нашей встречи сегодня – символические действия. Мы вновь откроем книгу «Библию», книгу пророка Иеремии вместе с гостями нашей студии, которых я сейчас вам, уважаемые зрители, представлю. Сегодня у нас в гостях Феликс Понятовский, доктор богословия, Юрий Богатыренко, предприниматель и пастор церкви Леонид Волощук. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о символических действиях, которые записаны в книге пророка Иеремии, и не только. Давайте мы прочитаем основной текст, послание апостола Павла Кремлина, 9 глава, 21 текст. Это текст, который поведет нас в наших разговорах, в нашей беседе. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого? Спасибо! Этот текст очень схож с текстом из книги пророка Иеремия, но мы поговорим об этом чуть позже. Скажите, какие методы благовестия использует Бог, чтобы человеку был понятен план спасения, чтобы человеку было понятно его, Божьей волей? Что делает Бог? Какие методы? Зачастую Бог всё это показывает в образах конкретно. То есть то, что понятно для людей в данное время, то, что для людей актуально. Вот самым простым методом, как мы читаем в тексте, тут употребляются сосуды, горшки, то есть горшечник, который лепит эти горшки, так как Господь трудится над своим народом. То есть какие-то образы, потому что люди в большинстве своём воспринимают визуально всё как-то для них. То, что для них это всё, оно обычно и понятно. Наверное, Бог использует различные методы, но тот метод, который наиболее может быть понятен людям, это метод каких-то действительно образов или иллюстраций. Даже Иисус Христос, когда Он общался с людьми, Он очень часто использовал притчи, иллюстрации, какие-то примеры из повседневной жизни. То, чтобы было понятно человеку. Да, для того, чтобы в этой определённой сложности найти вот эту изюминку простоты, понятной для человека. Если мы говорим о священном писании, книга Библии, всегда ли Библию нужно понимать буквально? Наверное, это один из самых сложных вопросов в герминевтике, то есть в науке толкования. Какие тексты нужно понимать буквально, а какие тексты нужно понимать символически? Особенно, например, если речь идёт о таких книгах, как «Откровение» или книга пророка Даниила, то всегда возникает вопрос, где здесь символ, где буквальное понимание. И многие учёные даже о ней спорят. Как раз хотел спросить, вы, Феликс, как доктор богословия, наверное, встречаетесь с другими богословами, которые имеют свою точку зрения. Действительно, очень большое такое разнообразие в понимании того, что написано на священном писании. Но есть ли такое многообразие понимания или непонимания буквальности или символизма? Как всё-таки находят тогда точки соприкосновения? Либо каждый идёт в своём направлении? Ну, по-разному. Но можно сформулировать какой-то общий принцип. Если очень часто Библия сама указывает. Вот чтобы понять, да, где буквальность, а где символизм. Где буквальность, а где символизм. То же самое, допустим, книга пророка Даниила. То есть идёт само пророчество, само изложение, там, звери. Один зверь сменяет другой и так далее. Ну, если оставить человека просто наедине со зверями, то ясно, что можно придумать, кто знает что, и запутаться. Но тут же есть где-то и объяснение, да? Ну, потом, читая в контексте, вот в этой же главе, читая дальше, мы видим, как появляется ангел, и он начинает изъяснять всё, что увидим. А пророк и этот зверь, конкретно этот зверь, это означает царя такого, этот зверь означает царя такого. Значит, это уже помощь, если в другом где-то месте не будет даже объяснения, но это будет пророчество. То есть мы уже можем делать выводы, что если в том пророчестве это были царства, царей означало, то значит и в этом тоже самое. И нужно искать ту же самую, это ключик, той же самой разгадки. В противном случае это будет как аллегоризация, то есть было такое направление в исследовании священного писания. Например, Иреген и многие школы, вот Александрийская школа толкования, они как раз и сделали акцент или упор на том, чтобы аллегорически понимать практически всё. И они брали любую историю из Ветхого Завета и сразу же находили там вот параллели, или говорили, это символ вот этого, это символ вот этого. И таким образом практически весь Ветхий Завет для них становился вот символическим описанием каких-то символов. Но принцип остаётся принципом. То есть если священное писание даёт указание о том, что данный момент или данный текст является символом чего-то, то мы имеем обоснование для того, чтобы толковать его как символ. Если же нет, то тогда будет безопаснее всё-таки толковать его буквально. Давайте мы посмотрим вот как раз истину в символах. Интересно, когда уже читаем книгу Бытия, то там нечто Бог предложил сделать Каину и Авелю. Давайте мы прочитаем 4 глава книги Бытия с 3 по 7 текст. Мы часто вспоминаем эту историю, и она как бы для многих опять остаётся определённой загадкой, потому что для многих людей вообще непонятно, если два брата, а один принёс определённый дар от земли. Мы как бы воспринимаем с человеческой точки зрения, это даже хорошо, когда принесли дар, то, что ты вырастил на огороде, в поле, фрукты, овощи ты принёс. Вот что плохого было в действии Каина, что Господь его здесь не то что одобряет, он его даже осуждает, потому что он сразу говорит ещё, и вдруг появляется такое слово, как «грех». Так в чём был виновен Каин, что Бог так реагирует на него? Да, если бы не было плана спасения, это была бы история просто, ну, два брата решили что-то, ну, нет ещё грехопадения, нет ещё плана спасения, а просто два брата решили что-то там подарить Господу, то, может быть, предпочтительный даже бы Каин выглядел. Но в данном случае уже история грехопадения имеет своё начало, уже Бог запланировал Агнца, который умрёт ради спасения и скупления. Здесь мы уже видим символ, да? Мы видим уже символ. У Каина среди этих его плодов нет указания на спасителя, который умрёт, будет Агнцем, и умрёт ради спасения человечества. А у Авеля, у Авеля он имеется как раз. То есть, один имеет надежду, а другой считает, что ему это не надо. И в этом вся проблема. Другая история, записанная в книге чисел, она, на мой взгляд, ну, где-то вообще странная. Почему? Потому что там написано, что происходило с народом, который начал роптать на Бога, и что делает Господь. Давайте мы вычитаем 21 глава, книга чисел, 4 по 9 текст. Что предлагает Господь сделать людям для того, чтобы спастись? От горы Ор отправились они путём Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушевствовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. «Зачем вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души наши упротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народа и сынов израилев. И пришёл народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисею о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выстави его на знамя. И всякий ужаленный взглянул на него, останется жив. И сделал Моисею медного змея. И выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив. Вообще, когда мы читаем Священное Писание, то в большей части оно говорит о том, чтобы человек сохранял себя от идолов. Здесь медный змей, мы понимаем, тем более змей, а ещё и медный. Это просто у нас своего рода кусок железа, который был поднят, и человек должен был смотреть на него. Почему взгляд не в небо, не на живого Бога, а именно на медного змея? И почему я говорю, эта история более странная? Потому что, читая книгу Бытие, читая книгу Откровения, другие книги, мы находим, что змей – это символ сатаны. И так получается, что человеку нужно было смотреть не на живого Бога, а на сатану. Но если мы говорим, что змея – это символ сатаны, и тогда люди исцелялись. Наверное, будет более правильно сказать, что в данной истории змей является символом греха вообще. То есть люди в данной истории согрешили, причём согрешили очень сильно. Они начинают роптать и на Бога, и роптать на Моисея, и говорят, зачем ты вывел нас вот из земли египетской. В другом месте они даже говорят, что там, в земле египетской, нам было хорошо, почти как в Эдемском саду. Я не перечисляю всё, что там было. Да, да, все блага этой земли. И вот здесь Господь посылает им этих змей, которые начинают их жалить. И вообще надо сказать, что змеи – это очень, ну, укус змеи, особенно вот этих пустынных змей, они очень-очень опасны. Даже сегодня, в наше время, если вовремя не дать противоядие, то человек умирает. А в многих странах, так как противоядие, оно очень дорогое, то, в принципе, человек предоставлен самому себе. Вот я встречался даже с людьми из Африки, и, например, один парень говорил, «Меня в детстве укусила змея». Я говорю, «Ну и как, тебе дали противоядие?» Он говорит, «Нет, противоядие очень дорогое. Единственное, что они сделали, просто оставили меня, и я был предоставлен самому себе, выживу или не выживу». И очень многие люди действительно от укусов змеи умирают. И вот здесь Господь даёт им средства, как они могут исцелиться от всего этого. И тут нужно всего лишь посмотреть на этого змея, который вознесён, вознесён это знамя, вознесён от земли. И мы дальше читаем, что Иисус Христос в беседе с Никодимом, Он опять же упоминает этого змея. И Он говорит, что точно так же, как змей когда-то был вознесён от земли, точно так же должно быть вознесённым Сыну Человеческому. И таким образом Он говорит о том, что Сын Человеческий Иисус, Он берёт на Себя грех всего мира. И другими словами, вот история, та, что произошла в пустыне, её можно провести параллель и с нами сегодня. То есть, медный змей, на который вы должны были смотреть люди, это был символ уже не дьявола? То, что символ определённого греха и что, как мы читаем в послании апостола Павла, что именно Иисус Христос сделался грехом, проклятием за нас. Я думаю, да, что данную историю нужно понимать именно таким образом. Скажите, а Бог... Хотя, извините, вот такая ситуация, что Моисей помолился Господу, и, конечно, Господь мог, ну, там, одним каким-то жестом убрать этих змей, и, ну, не было бы никаких там ни символов, не надо было бы на знамя этого вешать змея этого и так далее. Но поскольку есть, мы видим в этой 21 главе, как результат уже, как, ну, следствие того, что происходило, есть восстание против Бога, есть бунт, есть противление, и поэтому выживает тот, кто доверяет. То есть, без всяких объяснений, почему нужно смотреть. Мы сейчас задаем этот вопрос в нашей студии. Да, но люди, то, что говорят, Феликс, змея укусила, человек умирал. Там буквально за несколько минут человек умирал. Да, конечно. Поэтому, конечно, в студии есть время рассуждать, почему все-таки на змея, почему надо было действовать. А там что-то и укусило тебя, и ты не рассуждай, почему я должен. А ты, доверяя Богу, смотришь. И этим самым стан израильский разделялся сразу на два класса людей. Они умирали безнадежно, потому что не хотели повернуть голову в сторону змея, так как было сказано. Очень простое предписание. Доверься и посмотри, и будешь жить. Понимаете? Поэтому ситуация сегодня с грешником, она такова же. Доверься. Доверься Иисусу, Спасителю. Поверь в Него. Прими Его. Да, конечно, объяснений давайте мне много объясняете. Но если с верой человек посмотрел на Иисуса, то есть доверился Ему, вот уже спасение, план спасения начал работать в конкретной личности. В твоей жизни. Да. Скажите, а Бог понятен человеку? Вот Он, Господь, Он говорит с нами на одном языке? Старается. Старается говорить не столько в разнообразии этом самом разговора или обращения к нам. Выбирает наилучший метод, который мы все же можем понять. Который будет доступен нам, мы поймем, что Он хочет сказать, и мы ответим Ему. Имеем возможность ответить Ему. То есть согласие, согласиться с Ним. А деяния Бога, они вообще как-то предсказуемые для нас, нам вот становится понятно, потому что мы говорим, вот Вы сейчас сказали, что некогда было рассуждать. То есть это просто как должно быть, ну такое слепое послушание на Господу, либо человек все-таки должен осмысливать все то, что Бог предлагает для человека. Действительно, как-то мы говорим, вот деяния, действия Бога, они предсказуемы для нас? Я думаю, что человек в любом случае, он должен понимать, он должен стараться понять, почему Бог действует так или по-другому. Конечно же, мы не всегда можем угадать, как будет действовать Бог, потому что Писание говорит, что Его пути — это не наши пути, и Его пути намного выше, чем наши пути, как, например, говорит Пророк Исаи. Но чего хочет Бог? Бог хочет, чтобы мы Его познали, Он хочет, чтобы мы Его понимали. И вот некоторым людям это действительно удавалось. Например, вот Моисей, он настолько хорошо понимал Бога, что он даже мог с Богом вступать вот в спор и говорить, нет, не делай так или делай так. И что интересно, что Бог его вот слушает и отвечает ему. Поэтому вот это то, чего Бог хочет. Он хочет, чтобы мы познали Его, чтобы мы поняли, почему Он так делал. Приведенный даже пример Феликсом в отношении Моисея, вроде бы он знает Бога, Бог дал ему в руки жезл. И жезл в руках Моисея, что это? Это власть, это такой предмет, который творит чудеса, который все может? Да, оказывается, что Моисей понимает, что это Божья сила, это видимый знак для всех окружающих, что Бог действует через Моисея. Но Моисей, вы помните, однажды он забыл, что там в жезле ничего нет. Таинственного. Таинственного ничего нет. Один раз ударил этим жезлом по скале, потекла вода. Ну, а потом лупить этим жезлом бессмысло, когда Бог сказал у всего-навсего «скажи скале», скажи. То есть здесь для нас, для человека труднее произнести слово. Легче 10 раз ударить, чем произнести слово. Когда теряется доверие, когда самонадеянность только появляется, и уже символ сам, предмет, который служил до этого, но были доверительные отношения с Богом, мол, работал этот предмет, а вот в конкретном случае он может не работать. И не работать. Он может не работать. Поэтому, если теряется доверие Богу, тогда предметы, которые должны бы учить, указывать, что есть Бог всемогущий, действующий, ему в первую очередь нужно доверять, и предмет, символика служит к познанию того. Но если теряется из виду Бог, тогда символика вся, она тоже не имеет никакого значения. Сейчас мы коснемся интересного текста из книги Пророка Иеремии, 18 глава. Но вначале я хотел бы спросить, как вы думаете, Бог контролирует всю ситуацию в мире? Конечно. Хорошо. Если контролирует, то почему бездействует, не вмешивается, когда видна явно несправедливость, например, где идет война? Да, конечно. Так он контролирует или наблюдает? Вы знаете, вот так в толпе иногда слышишь много высказываний, знахарей, так называемых, которые хотели бы посадить Бога за стол и провести с ним какую-то программу, обучающую программу. Как ему нужно действовать, что ему должно делать, чего не должно делать и так далее. Что он там задерживается, что он там делает вообще, а что? Вот такие вопросы там задаются. И это звучит, вроде бы кажется, но настолько мудро, настолько со знанием дела, потому что вроде бы этот человек, Глина знает, что в данном случае нужно делать, но Глина видит только вот, сколько может обозреть его глаза и сколько может своим разумом ограниченным он осмыслить, сколько знаний может, сколько он и может. То есть все равно он ограничен и очень ограничен. Да, но вот мы ограничены стенами этой студии и дальше просто не знаем, что происходит. Но Бог, Бог, Он всеведущий, Он всезнающий. И поэтому все эти ситуации, которые происходят, это не говорит о том, что Бог уже где-то ушел, или Он закрыл уши или глаза, или Он отправился на другие где-то планеты. Он знает, что происходит, и все же это под Его контролем. Но те силы, которые противодействуют Богу, Бог допускает иногда, потому что люди иногда хотят этого, люди иногда просят этого, желают. И как они поймут, что они не того желали? Господь допускает иногда ситуации, чтобы люди поняли. Но все находится под контролем. Интересно, вот вы уже сказали о Глине и Горшичнике. Давайте мы прочитаем 18 глава с 5 по 10 текст. Очень интересный текст Священного Писания. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами в дом Израилев, подобно Горшичнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке Горшичника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Скажите, добро и зло, о которых здесь говорится, то и другое, все это в руках Божьих? Ну, как бы, да. Разве от Бога может исходить зло? Ну, скажем так, там, где он отпускает свое, свою милость, свое добро, туда уже проникает тьма и в его власти допустить это. Потому что все то зло, которое происходит в мире, если так воспринимать, что от Бога исходит зло в его руках и то, и другое, тогда очень легко и правы эти люди, которые ссылаются на Бога, который творит зло. Потому что он со своей руки дарует это. Я бы сказал по-другому. Бог, он не делает зла. И вот, да, то, что здесь говорится в этом тексте, говорится о том, что Бог, он говорит, я накажу какой-то народ, если они не делают того, что они должны делать. Но это не есть зло, когда родители наказывают своего сына или дочь, когда хотят его воспитать, направить его на путь истинный. Точно так же и здесь. И если уже на то смотреть, вот как об этом представлено в Библии, например, что сделал Бог с Израильским царством? Он допустил, что Израильское царство было полностью, практически уничтожено. Через некоторое время он допустил, что Иуда, Южное царство, было тоже полностью уничтожено. С точки зрения людей это зло. Но у Бога планы, которые и его мысли, и его пути намного выше. То есть Бог отсекает от добра зло, наоборот, его отсекает. Он не хочет этого делать. Но действительно, как вы сказали о родителях, можно задаться риторическим вопросом. Сотрудники ГАИ и контролёр в трамвае – это злые люди или нет? Да, разного бывает. Бывает и вы. Да, всё, наверное, всё не злоупотребляют. Да, то и всё зависит от того, заплатил ли ты за билет, за проезд. Точно так же и отец. Некоторые люди или некоторые родители, они могут так наказывать детей, что потом у детей как бы отвращение к родителям и вообще к воспитанию. Ну, Бог контролирует. Хорошо, друзья, мы продолжим нашу программу буквально через несколько минут. Поэтому, пожалуйста, уважаемые зрители, не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Уважаемые зрители, если вы желаете приобрести специальное пособие по изучению Священного Писания, пожалуйста, обращайтесь к нам по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Телефон в России, в Украине. Поэтому, пожалуйста, звоните нам. А мы продолжаем нашу беседу. Мы говорим о том, что Бог не инициатор зла, а Бог тот, который желает сделать для человека всегда добро. И здесь вот мы сейчас прочитали, что Бог может отложить либо изменить своё мнение по отношению к тому или иному народу, либо к человеку. Скажите, а Бога вообще легко задобрить? И самое главное, чем? Бог говорит, я могу это отложить, я могу это отменить. Можно задобрить. Но тогда надо что-то делать. Ведь не просто Он так говорит эти слова. Просто, ну как оно, учитель на уроке. Всё, что было до сих пор, нужно просто было внимательно послушать. И нужно было действительно проявлять доверие. Или в полученных знаниях практически то применять. Послушание нужно было проявлять. А боль оно не проявлялось. Поэтому и ситуации мы встречаем со последствиями. Которые тоже убрать непросто. Есть сделанное зло, есть грех, есть последствия. И Бог оставляет эти последствия иногда, чтобы мы могли с ними встретиться, с этими последствиями. И тогда мы можем делать определённые выводы. Тогда мы можем, действительно, это может служить нашему исправлению. Хотя, в всех этих случаях мы должны понимать, что противоборствует две силы. Бог, с одной стороны, хочет спасения человеку. Дьявол, с другой стороны, он не только хочет погубить человека. Но хочет оставить такой след, чтобы другие люди с конкретной ситуацией могли неправильно посмотреть в сторону Бога. То есть, обвинить могли его, сказать, где он был, что он делал, почему он не заступился и так далее. То есть, он постоянно пытается извратить понимание, ну, понятие, понимание характера Бога. То есть, Бога не нужно задобрять. Богу нужно быть просто послушным. И слушать свой вопрос. Наверное, говорит пророк Михей. 6 глава, 8 текст. То есть, Бог конкретно, ясно и просто говорит, что нужно делать человеку. Вы говорите конкретно и ясно, и всё как бы понятно. Давайте читаем книгу пророка Иеремии, 19 глава, 4, 5 текст. Вы сказали все очень просто. Вот, что необходимо делать, и мы читаем вот эти страшные слова. Бог хотел видеть свой народ святым. А на самом деле, мы вот сейчас прочитали эту реальную картину. Тогда что получается, что святость – это вообще утопия? Нет, Бог свят. И Он говорит, будьте святы, ибо я… И те, которые хотят святы. Да, будьте, но вот то, что мы читаем в Библии. Бог предлагает, Бог говорит очень простые вещи. Что необходимо делать? Ничего сложного, да. Проявляй милосердие, смиренно, мудренно ходи перед Богом, твори добро. Но сделали ваалы, Господь говорит, что вы начинаете кадить другим богам. И если читать далее всего книгу пророка Иеремии, мы видим, что там далее творилось страшные вещи. Но даже если говорить об обвинениях, причём здесь обвинение Бога, Господь конкретно говорит, что происходит с народом Божьим, так называемым… Который должен быть святым, вот самое интересное. Да, 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 должен слушаться, повинуваться, что с ним происходит. Дело в том, что они придумали такое, что Господь говорит, это на сердце у меня никогда не было. То есть убивают своих детей, кровопролитие происходит, то есть друг друга уничтожают практически. И если мы посмотрим всю историю до пророка Иеремии, всё, что происходило в Хананской земле, сеяние постепенно зла настолько увеличилось, что люди практически забыли о Боге, только название Божьего народа осталось, забыли о Боге и начали истреблять друг друга. Поэтому Бог пытается в этой ситуации говорить к этим людям, помочь им, спасти их, каким-то образом открыть их глаза. И вот допускает то, что происходит. Олег Розеевич, ну вот тогда, если Вы говорите, осталось одно название, то есть вот это ощущение святости, оно вроде бы там остаётся. Вот некоторые люди ощущение святости считают самой святостью. Это одно и то же? Нет, конечно, не одно и то же. И тут необходимо сказать следующее. Вот Вы задали вопрос насчёт того, можно ли вообще быть святым. Человеку своими собственными силами быть святым просто невозможно. Это просто нереально. То есть мы не святы по своей природе, мы грешны по своей природе, но Господь хочет сделать нас святыми. И если мы послушны Богу, если мы стараемся делать то, что Он нам говорит, то Господь поможет нам, и Он, по сути дела, поднимает нас на высоты своей святости. И мы знаем очень много, уже в Новый Завет Он об этом говорит, что Господь хочет дать нам свои одежды, то есть белые одежды своей праведности. Но это уже другая немножко тема. Ну а есть причина, почему так безбожно поступают Божьи люди? Ну, всё просто и понятно, мне кажется. То есть это происходит потому, что они отходят от Бога. Но ситуация во время Иеремии, она была достаточно сложная в каком плане? Дело в том, что если мы посмотрим на ту картину Божьего народа, что-то происходило. То есть в то время Иосия провёл религиозные реформы, но об этом будет другой урок, конечно. И когда он провёл религиозные реформы, люди вроде бы как покаялись. Но, скорее всего, это покаяние, оно не было достаточно глубоким в народе. Потому что как только умирает Иосия, всё опять опускается на тот же уровень, на котором оно было. Ну а мы как-то хорошо, вот то, что Вы говорите, как-то мы пытаемся объяснить неадекватность своего поведения, зная при этом истину. В то время произошёл так называемый синкретизм, или вот слияние истинного Бога поклонений с ложным Бога поклонением. Ведь, по сути, все вот эти вот люди, которые, как их Иеремия обвиняет, они кодят в Аалу и жертвы приносят в Аалу, причём человеческие жертвы, они все называют себя верующими людьми. И они более того, все говорят, что они служат Яхве, то есть истинному Богу. То есть здесь это всё настолько слилось, настолько всё стало неразличимым, что даже, может, простые люди, они не могли увидеть и понять, где же истина, а где неистина. Когда это уже, конечно, другой пророк языки, или ему было показано в видении, чем священники занимаются в храме в 8 главе. То есть это также говорит о том, что всё это настолько переплелось. И сегодня в наше время оно где-то похоже, потому что иногда тоже истина с ложью настолько переплетаются, что люди иногда не могут различить, где правда, где ложь, где вымысел. А мы сегодня говорим о символизме, то есть мы говорим об определённых обрядах, если вспомнить, что происходило в Скинье, там все вещи, они нечто символизировали, они на что-то указывали. То за этими символами, за соблюдением определённых обрядов не теряется ли вообще сам Бог, не забывается ли он… Мы видим, как бы и современное состояние, люди пытаются нечто сделать в этом вопросе обрядности, в то же время, как быть труд живого Бога. Всегда есть опасность. Если мы очень сильно ритуализируем какую-либо часть нашей жизни, то часто может случиться такое, что за ритуалом мы можем забыть суть самого ритуала, то есть почему он дан, что он собой символизирует. И мы можем всё это делать механически. Да, вот это не вкладывая никакого смысла. Или другая крайность, мы предметы можем обожествлять, то есть сам предмет или символ, который есть… Придавать ему большее значение, чем Бог. А почему? Потому что он не требует, как Бог. И получается, да, потому что мы этими предметами можем манипулировать, и получается, чтобы держать в уме Бога, в сердце своём Бога, тогда человек просто обращает внимание на предмет, возвеличивает сам предмет, и здесь уже подмена происходит. То, что Бог хотел, чтобы оно служило и по знанию его, говорил о нём, а человек сделал с предметом божества и начинает ему поклоняться. То есть фетишизм или так называемый подменом вместо Бога предмет конкретный. Вот тоже проблема. В книге пророка Иеремия, 19 глава, интересная, как бы, такая показательная картина, которая описывает этот пророк, это ситуация с кувшином. Мы знаем, что кувшин – это очень нужный предмет, тем более где-то в сухой местности, где можно сохранить влагу. И Господь показывает, что вот если разбился кувшин, он ни к чему не пригоден, буквально. Даже если он треснул, и вот пытается что-то склеить его, ну, ты можешь ещё где-то там недельку его подержать, всё равно его нужно выбросить. Вот интересно, да, что Бог использует как раз эту иллюстрацию с глиной и с горшечником, потому что действительно глина – она особый материал. Если там железо, металл какой-то, можно переплавить, можно его опять из него что-то сделать, то глина, если один раз вот чашка треснула, то всё. Ну, по-свежему, ещё Господь показал, что Бог по-свежему может ещё, то есть развалился в руках горшечника. Пока не обожгли. Пока не обожгли. Он может снова замес, по-новой замесить, и снова можно сделать сосуд. Но если он засох уже, то есть высох его, прожарили его, то потом, если он разбился, то уже… Его нельзя размачивать водой сделать. Он на попрании, просто он под ногами скрежет, просто и всё. Когда мы смотрим на эту историю, вот как разбитый кувшин бесполезен в быту, может ли и вера человека быть бесполезной перед Богом? Вера? Да. Если он верит по-настоящему… Вера нет. Вера… Вот смотрите, человек, то есть кувшин предназначение – быть полезным, содержать воду, но он разбился. Он вроде бы есть, идите, говорит, идите, посмотрите на разбитый кувшин. И мы можем говорить, иди посмотри на веру человека, но она… Если она разбитая. Но она разбитая. Вот не может ли подобное произойти, что вот как бесполезен этот кувшин, когда он разбит, так и быть бесполезной верой человека? Мне кажется, что мы все где-то в какой-то степени разбитые, немножко разбитые кувшины. То есть, в каждом из нас есть какая-то трещинка, пусть небольшая, но всё равно эта трещинка есть. Но Бог, Он великий Бог. И если человеческий горшечник, Он не может ничего сделать с разбитым кувшином, то Бог всё-таки может наши разбитые кувшины. То Бог готов, да? Вот Священное Писание много говорит о том, что я готов обвязать что-то там. Вы знаете, как пытаются склеить, обмазать, подклеить ленты какие-то, потом ещё одним слоем. То есть, у нас не должно быть разочарования, почему я задал этот вопрос, у нас не должно быть разочарования, если вдруг что-то случилось в твоей жизни. Вот где-то такой момент, треснул что-то. Если мы до конца доверяем Богу, то я верю, я знаю, Господь может исправить даже самые большие ошибки, которые мы совершаем. То есть, находясь на кружеве самом, задача глины заключается в следующем. Не просто горшечник работает, глину пытается формировать сосуд, а я в это время, как глина, объясняю, что он должен делать. Нет, задача глины просто подать лево. Хороший сосуд, это когда глина мягкая. Да, подать лево, соглашаться на вот эти вот аккуратные, очень бережные, красивые, такие со стороны смотреть на работу горшечника. Действия, да. Даже красивые, как он, движения эти очень красивые, и смотришь, прямо сусуд, вот тут прямо растет. Поддаваться этому влиянию, вот чего ожидает Господь. Потому что греховность – это упрямость. Греховность – это гордость, упрямость до глупости. То есть, нет, не буду, да, смерть, да, умираю, но не доверюсь, нет доверия Богу. Вот в чём. Вообще у нас, наверное, да. Да, пожалуйста. Я бы хотел ещё продолжить аналогию с глиной. То есть, вот если представить, что мы – это глина, вот глине наверняка не всегда, но как бы комфортно или приятно, когда её берут, там, что-то сделали, горшечник не понравился, ему он опять её в один кусок, потом опять из неё что-то новое делает, но это процесс, который необходим для того, чтобы стать вот именно этим совершенным сосудом. Нам тоже, может быть, иногда не всегда приятно, когда Господь помещает нас в разные обстоятельства и формирует нас. Но нужно быть податливым, да, нужно быть податливым. Для того, чтобы уже, наверное, в конце нашей программы, помните, история книги пророка Иеремии, 13 глава о поясе, интересно, говорит эта глава, что пояс льной, который очень необходим для человека, наверное, все мужчины, да и не только мужчины, носят пояс, потому что, ну, проблема может быть. И здесь речь идёт о том, что если он где-то лежит вот долгое время, да, в каком-то там месте непригодном, он становится, он… Ну, мы знаем, что происходит с вещами, которые где-то лежат в сырости, они начинают просто разлагаться. Последний вопрос. Вот о чём нужно помнить, когда Господь приближает человека к себе, где Бог говорит, ну, давайте мы 11 текст, 13 главы ещё прочитаем. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушали. Итак, о чём можно помнить, когда Господь приближает нас к себе? Ну, наверное, той великой ответственности, которую Господь возлагает на нас. Потому что чем ближе мы к Богу, тем больше света мы должны отдавать, тем больше ответственности на нас лежит, как на людей, которые представляют Бога и носят Его имя. И ценить отношения с Богом. Потому что если приблизил Господь к себе, как показано, пояс близко к телу, приблизил нас к себе, нужно ценить этими отношениями Бога, любящего, доброго, милосердного. И таким образом, давая такую оценку Божьим действиям, и всегда помня о Нём, что всё, что мы можем, это в Нём и с Ним, тогда эта польза будет обоюдная и для Бога, и для нас. Ну что ж, давайте будем помнить об этом, то, что вы сейчас сказали. Я благодарю вам, друзья, за участие в программе. Действительно, сегодня мы могли ещё раз убедиться, каким удивительным является Господь по отношению к каждому из нас. Что Он делает с нами? Он использует нас как глину для того, чтобы сделать очень красивый сосуд. Мы сегодня восхищаемся многими произведениями искусств, сделанными из глины. Но когда ты податлив, когда ты послушен, когда ты принимаешь и слышишь голос Божий, тогда ты становишься этим замечательным изделием. Бог делает со своей стороны всё возможное, чтобы мы приносили пользу для человека и были очень близки с нашим Господом. Как бы хотелось, чтобы эта близкая связь никогда не терялась, и чтобы никто не мог разорвать её, и мы никогда не были как эти разбитые кувшины, которые никому не приносят пользы. Мы желаем вам мира, добра, всего доброго, и до скорой встречи на программе «Познаем месте». До свидания.